Веревка может выдержать груз массой 200 кг. Можно ли при помощи блоков поднимать груз массой 400 кг? Как это сделать? Веревка может поднимать груз максимально 200 кг. Спрашивается, можно ли с помощью этой веревки поднять груз массой 400 кг? И как это сделать при помощи блоков? Давайте рассмотрим несколько возможностей использования блоков. В данном случае начнем это с обычного неподвижного блока. Есть неподвижный блок и груз массой 400 кг. Мы знаем о том, что неподвижный блок не дает выиграть силу. Вот это значение веса P должно быть равно силе F, которое можно здесь поднять вот этой силой. Для того, чтобы поднять этот груз при помощи неподвижного блока, необходимо, чтобы P было равно F. Давайте посмотрим, чему будет у нас равно P и чему вот равно F. В данном случае P равно массе умножить на G. Равно 400 кг умножить на 9,8 м за секунду в квадрате. Получаем 3920 Н. Сила F, максимальное значение, которое может выдержать велка F максимум, равно 200 кг умножить на 9,8 м за секунду в квадрате, будет равно 1960 Н. Как видно, неподвижный блок в данном случае не даст возможности этой силой F поднять, потому что сила F в данном случае будет меньше, чем вес, что касается неподвижного блока. Теперь давайте посмотрим, каким образом будет работать подвижный блок. Цепляем сюда метод РУС и сила F. В данном случае вот этот вес P в подвижном блоке можно сказать о том, что F равна P делить на 2. И это F. F равна P делить на 2. Если мы разделим на B, мы получаем ровно 1960 Н. Фактически веревка может поддерживать это. Но данная система для того, чтобы поднимать, не совсем удобная. Поэтому можно сделать следующий вариант. Подвижный блок оставляем с его весом. И выключаем еще неподвижный блок, который даст возможность получить тоже поделенный N. Это натяжение веревки будет P на 2 здесь, тут P на 2. И здесь неподвижный блок не меняет силы, оставляет P на 2. Это такое равновесное состояние, которое P на 2, это назначение P. Желательно, чтобы эта сила была немножко больше, чем просто P на 2. Поэтому можно сделать следующий вариант. Здесь будет один подвижный блок, идет на неподвижный блок. Еще один подвижный блок, идет на неподвижный блок. И тут уже будет непосредственно насильник. Теперь вот этих два блока соединить и подвесить к ним РУС-П. Что получается? Посмотрите, от этих два блока нижних висят на 1, 2, 3, 4 ники. То есть практически каждая из этих частей веревки будет, на нее будет работать РУС-П делить на 4, П делить на 4, П на 4 и П на 4. Сила, которую мы будем поднимать этим устройством, уже будет равна F равно P делить на 4. Намного меньше. Таким устройством можно поднимать. Такие устройства есть, конечно. Они называются по-другому полиспад системы блоков. Но не обязательно в 4 раза, может быть, и больше сделать. Что мы здесь получаем? Мы выиграем, естественно, в силе, но проигрываем в расстоянии. Сколько раз мы выиграем в силе, во столько раз мы проигрываем в расстоянии. Ну, чтобы поднять, скажем так, это на расстояние, скажем, 10 сантиметров, мы должны выбрать эту веревку в 4 раза больше, чем бы мы просто поднимали вот здесь. При помощи блоков или системы блоков можно груз, который превышает возможность разрыва веревки, успешно поднимать. Продолжение следует...